Одних поздравляли цветами. Мужчины мои цветами, подарок, который я мечтала, подарили. Я очень довольна. У меня три мужчины. Муж и два сына. А у кого-то мужчин в праздничный день под боком не оказалось. Да я одна, у меня нет мужчин. Ну кто-то поздравил? Поздравили, конечно. Дети поздравили обязательно. Приятно было. Некоторых, видимо, и вовсе забыли поздравить. Как мужчины 8 марта поздравили? Не ко мне. Почему? Нет, нет. Кого-то поздравляют уже каждый год почти полвека. Один был далеко, а второй был рядом, поздравлял от чистого сердца. Что делают уже 45 лет. Другим устроили целую культурную программу. Устроили нам культурное мероприятие. Мы сходили в драмтеатр и получили огромное удовольствие. А кто-то 8 марта находился на своем рабочем месте. Во-первых, я работала 8 марта в ресторане. Во-вторых, меня поздравили мои мужчины букетом цветов, каменным букетом. И всяческими пожеланиями, прекрасными, замечательными. Все понравилось? Все понравилось, все было очень хорошо. Но без цветов, кажется, не остался никто. Муж заказал доставку цветов домой, мне и дочке. Хорошо поздравили тюльпанами, коробкой конфет. В основном поздравляли меня одноклассники, родители. Папа поздравил с утра, посыловал чечку. А некоторые до сих пор не могут отойти от празднования. Как вас мужчины 8 марта поздравили? Очень хорошо, до сих пор болеем. Уважаемые мужчины, уделяйте больше внимания своим женщинам не только 8 марта, но и на протяжении всего года. Михаил Белокрылов, Александр Киселев, Андрей Бахарев, информационное агентство Курганру.